Братья и сестры, одна из самых опасных вещей, которая разрушает исламские общества – это идеологическое вторжение. Ни один проповедник не должен преуменьшать влияние и значимость этого явления. Оно изменяет баланс, переворачивает мировоззрение, превращает истину в ложь, а ложь в истину. Покрывает разум и охватывает сердца. Идеологическое вторжение – опасная вещь, особенно учитывая его современные средства и способы. Сегодня в исламском мире у нас есть проблема с очень сильными средствами массовой информации, которые властвуют и управляют умами, за исключением, возможно, одного и двух из них. У нас сильные и огромные СМИ, чей бюджет составляет миллионы. Все эти спутниковые каналы и крупные интернет-сайты принадлежат далеко не праведникам, не праведникам и не тем, кто стремится к улучшению, наоборот, они находятся в руках нечестивцев. Ежедневно в них заливается контент, который изменяет мышление, меняет методы понимания мышления и взгляды, меняет сердца и разум, ожесточает сердца, отдаляет женщин от Аллаха, отдаляет людей от основных культурных принципов, от источников основного мышления. Это и есть идеологическое вторжение. С помощью него наши враги получают над нами власть. С помощью этого вторжения. Есть много разновидностей идеологического вторжения. Но сегодня я бы хотел в качестве примера привести самую главную такую разновидность. Люди собираются перед телевизором, возможно, четыре, пять, шесть часов в сутки, и так каждый день, и это в среднем. Есть и такие, которые сидят еще больше. Они переключаются с сериала на фильм, с фильма на ток-шоу, с ток-шоу на сериал, с сериала на фильм, потом опять на эти длинные вечерние ночные шоу-передачи. И все то, что они смотрят, борется с исламом и мусульманами. Как это действует на разум и сердца людей? Итак, благоразумный проповедник, который встречается с людьми в мечетях, на собраниях, на работе, в своем районе и вообще в любом месте, он должен понимать, что происходит с людьми, с их разумом и сердцами. Они переживают целостную операцию изменения, операцию по стиранию достоинств и помещению на их место пороков. Операцию по стиранию правильных методов мышления и помещению на их место методов непродуктивных. Возвеличивание западной цивилизации. Возвеличивание западного образа жизни. Возвеличивание запретных страстей. Возвеличивание наслаждения и призыв получать их любыми возможными способами. Возвеличивание важности имущества и его влияние на жизнь. Они полностью отбивают у людей охоту к приобретению достойных качеств, к тому, чтобы человек посвящал свою жизнь, время и деньги великой, возвышенной цели. Заклинаю вас Аллахом! Разве эти дневные и ночные часы перед экраном не вредят разуму и идеологии? Они не могут не повлиять на новое молодое поколение, на взрослое поколение или на то поколение, приход которого мы ожидаем в скором времени. Это разрушает поколение. Хорошо, благоразумный проповедник знает, что Аллах с ним, с условием, что он ведет свой призыв искренне. И средства ведения его даабата соответствуют шариату. Итак, он знает, что Аллах с ним, и поверьте мне, своими краткими речами, с которыми этот брат обращается к людям на собраниях, он стирает очень многое из того, что сделали его враги с умами и душами представители его веры, религии и народа. «Клянусь Аллахом! Мы находили это!» Вот ты приходишь на какое-то собрание, обращаешься к людям с прекрасными словами, словами, которые исходят из самого сердца, с упорядоченной речью. И она, возможно, сотрет следы многих лет идеологического вторжения. Почему? Потому что это слова фитры и слова истины, слова ислама, которые трогают сердце и разум. Проповедник, который знает о том, что происходит, понимает, что люди перед ним были сильно сбиты с пути, многое встало перед ними на пути к истине. В них заливались странные понятия, не согласовывающиеся с исламской религией, до такой степени, что для них, и в этом главная опасность, нечто порицаемое стало казаться одобряемым, а одобряемое – порицаемым. Когда кто-то выступает против их порицаемого действия, они удивляются и говорят, что им пытаются навязать какую-то новую религию, или что этот человек – экстремист или отстал от жизни. Из-за чего это происходит? Из-за идеологического вторжения. Сегодня мы находим многих людей, которые говорят, например, что евреи имеют право на Палестину. Да упасет Аллах! Какое еще право у них есть в Палестине? А все потому, что этот человек смотрел фильмы, которые производят Голливуд и опасные западные СМИ, которые симпатизируют евреям. В них палестинцев показывают как отсталых, радикальных фанатиков, и он подпал под это влияние. В своей среде и в своем обществе он не слышал об этом. Возможно, до него не дошла информация, особенно если он живет на окраинах мусульманского мира, в обществах, которые не говорят по-арабски. Я лично видел это. У того человека нет возможности узнать об истинной сущности палестинского вопроса. Он не может узнать, что этот вопрос связан с исламом и шариатом. Да, он мусульманин, но подпал под влияние того, что увидел и услышал. Он не знает арабский, поэтому поддался такому сильному влиянию со стороны. Истина у него превращается в ложь, а ложь в истину. Ты можешь удивиться, как он защищает евреев, оправдывает то, что они нападают на Палестину, при том, что он мусульманин. Или некоторые люди, как ни странно, считают, что христиане не кяфиры. Говорят, что христиане не относятся к неверующим. Тем самым они ставят под угрозу свою религию, ведь они произносят слова неверия и заблуждения. Аллах сказал, не уверовали те, которые сказали воистину Аллах, это Мессия, сын Мария. А он говорит, нет, христиане не кяфиры. Или они не навечно попадут в ад. Некоторые из них хорошие люди. Эти слова ставят под угрозу его религию, да упасет от этого Аллах. Если он осознает и поймет, что сказал, он станет вероотступником, и мы просим у Аллаха благополучия. И все из-за этого, из-за идеологического вторжения, из-за этих опасных средств информации, которые днем и ночью представляют ему христиан в виде хороших мужчин и благих женщин. Они улыбаются, они такие приветливые, а мусульман ему показывают как хмурых, отталкивающих, отсталых экстремистов. И так у него в мозгу формируется наилучший образ христианина, а образ мусульманина становится крайне плохим и отвратительным. Таким образом, нашему брату, который занимается дааватом, нужно понять, что он противостоит опасной, тяжелой волне, которая изменяет умы и сердца, и которая зовется идеологическим вторжением. Поэтому он должен стараться обращаться с обществом подходящим образом, чтобы убрать этот образ из сердец и разума, и смягчить действия идеологического вторжения. Обязательно нужно понять эту тему, чтобы люди хорошо приняли проповедника, чтобы он общался с ними и постоянно разъяснял опасности, исходящие от этих СМИ. Объяснял, что они делают с душой и разумом, и насколько болезненно это вторжение. Объяснял последствия от воздействия масс-медиа и ее идеологического вторжения в мусульманское общество. Приводил им примеры, рассказывал истории, разъяснял воздействия этого явления. И в первой части я упомянул несколько книг, к которым следует обратиться брату, занимающемуся дааватом. И эти книги предостерегают его самого и общество от этой большой опасности. Это большой, обширный вопрос, который требует проведения многих передач, а не одной. Ну а сейчас я рассказал вам об этом так кратко, как смог. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Канал «Голос Истины» работает для того, чтобы вы больше узнавали о своей религии. Оставляя комментарии и участвуя в обсуждениях, вы помогаете проекту в распространении и продвижении исламского контента, становясь участниками благого призыва. Подписывайтесь на канал, делитесь видеороликами, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И да вознаградит вас Всевышний за помощь в распространении ислама. Людовик IX напал на Египет в VII веке по хиджре. Произошло большое сражение. Ему противостояли герои Египта и взяли его в плен в городе, расположенном неподалеку от Аль-Мансуры. Этот город назывался Фарискур. Дом, в котором Людовика держали в плену, до сих пор стоит. В Фарискуре есть музей. В него ходят посетители, и оковы, которыми были закованы руки и ноги короля, до сих пор там, и все желающие могут их увидеть. Людовик IX заплатил за себя большой выкуп золотом и смог уйти после того, как пообещал мусульманам, что больше не вернется к ним с войной. Но злобность и алчность, а также желание мести подтолкнуло его к тому, чтобы впоследствии напасть на Тунис. Там хвала Аллаху его убили. И там же находится его могила. В своем заточении в Египте Людовик IX продолжал думать о том, как одолеть мусульман. Тех мусульман невозможно было победить, он уже вступал с ними в битву, и мусульмане одерживали победу, а он проигрывал. Он думал и рассчитывал дальнейшие планы. И после него этим занимались главные представители его народа, мудрецы и философы, которые сделали вывод, что им нужно как-то изменить мышление мусульман. Изменить способ их мышления, их соображение и понимание. Как же они смогут одолеть их от центров их величайшей силы, от книги Аллаха, и от сунна его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. А также ослабить их связь с мусульманскими учеными и с их книгами и так далее. Они долго думали, что же им предпринять. И произвели на свет то, что называется идеологическим вторжением. Они попытались ослабить связь мусульман с их религией, тем самым подготавливая их к тому, что их страны и земли будут захвачены. Именно это и произошло. Именно так все и случилось. Вначале они отправили к ним людей. Это были настоящие шпионы, которые занимались тем, что называется востоковедением. Они должны были зайти в мусульманские страны и узнать их слабые и сильные места. Обратите внимание, то, что делают наши враги – крайне опасное дело. Например, европейцы приезжали в мусульманские страны в разных образах. И они не вызывали подозрений, поскольку ислам – это мировая религия. К ней могут относиться и черные, и белые, и смуглые, и красные, и желтые и так далее. И те люди ни у кого не вызывали подозрений. Они приезжали как мусульмане и удивительным образом проникали в мусульманские общества. И тот, кто прочитает их книги, которые были написаны в тот период времени, на самом деле будет поражен. Например, капитан Ричард Бёртон. Капитан – это такое воинское звание в английской армии. Из Индии он приезжает в Египет и в Хиджаз, встречается с людьми в Египте и Хиджазе, заходит в дома людей и, как ни удивительно, даже совершает хадж и умру, и после этого пишет удивительную книгу. Также идеологическое вторжение привело к тому, что мусульманам и их главным представителям промыли мозги западной цивилизации. Так что они перестали разделять, что можно брать из западной цивилизации, а что нет. И мы, конечно, можем взять от них только материальную сторону. Разные открытия и изобретения, но они должны перенимать их вероубеждения, культуру, представления, мировоззрение и взгляд на Вселенную и жизнь. Так как их представления полны нечестия, мрака, запутанности и смешения. Но все это очень опасным образом перепуталось для мусульман, посредством этого идеологического вторжения. Это происходило и в самих мусульманских странах, особенно в Египте, Ираке и Шаме. Или же определенных людей брали из Египта, Ирака и Шама, забирали в западные страны, где им промывали мозги идеологическим вторжением, после чего они возвращались обратно в образе прихвостней западных империалистов-опустошителей и облегчали им оккупацию их стран, полный продолжительный захват земель и власть над мусульманами. Также они посылали шпионов, чтобы те разузнавали сильные и слабые стороны мусульманских стран и отправляли отчеты о том, что мусульманские страны уже начали допускать, что их завоюют. Малик ибн Наби, да помиловать его Аллах, алжирский мыслитель, назвал это явление принятием колониализма. И все эти положения мусульманских стран хорошо известны. Также те люди писали книги, чтобы запутать для мусульман их религию, создать путаницу у них в головах. Этим занимались такие ведущие востоковеды, как Голциер, Шахт, Джиб. Это группа больших востоковедов, которые долго врали и долго обманывали мусульман. Они внесли много путаницы. И, к сожалению, на их призыв ответили группы их почитателей. И среди них были те, кого называли учителями поколений и старейшинами арабской литературы. Этих людей обманули настолько, что они стали распространять крайне удивительные слова, выражения, мысли и мнения, поскольку подверглись сильному влиянию систематизированного западного идеологического вторжения, которое продолжалось долгие десятилетия, стремясь повлиять на сердца и ум мусульман. Это очень опасные вопросы. Их нужно понимать. Они выставлены на показ. Это не секрет. Они существуют. Об этом говорили христианские миссионеры, которые прибывают в исламский мир с намерением повлиять на него и испортить вероубеждения мусульман. Об этом говорили главные востоковеды и большие политики. Это никогда не было тайной. Информация была ясной, очевидной и открытой. Но это мы были беспечны и не замечали опасность идеологического вторжения, недооценивали, как оно изменяет сердца и умы, которые начинают принимать для себя иностранную военную оккупацию, и их страны становятся морально готовы к оккупации. И когда страны захватываются, эти люди становятся прихвостями колонизаторов. И, естественно, мы можем об этом почитать, и это важно. Есть несколько книг, и я хочу, чтобы вы сейчас записали их названия. Достаньте ручку и бумагу или запишите себе в телефоне, ведь сейчас у каждого, кто слушает меня, естественно, есть с собой телефон. Напишите названия этих книг, это очень важно, чтобы вы поняли, что делал мировой колониализм, опустошивший наши земли, как он изменил наши мышления и мысли, проведя идеологическое вторжение. Первая книга «Хусуну нам мухаддаду мин дахилиха» «Нашим крепостям угрожает изнутри», выдающегося учителя доктора Мухаммада Хусейна «Алиттиджахатул ватания фил адаби муасар» – национальное течение в современной литературе, того же Мухаммада Хусейна. «Рисалятун фиттариقي и ла тхкафатина» – послание на пути к нашей культуре Абу Фигра Махмуда Мухаммада Шакира. Кто прочитает эти три послания, а также прочтет книгу Алистышраку «Аттапшир» «Востоковедение и миссионерская деятельность Умара Фаруха» и прочтет некоторые другие книги, тот узнает, как наши враги смогли напасть на наши идеи и вероубеждения, захватить наши страны, умы и тела. И это долгая, разветвленная история. Продолжение следует... Продолжение следует...